Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с глаголами движения, у которых есть префиксы. И сегодня префикс «пери». Что это? Ну, конечно, вы все знаете, что это переход. Это пешеходный переход. Переход. Почему он так называется? Вот этот человек переходит через улицу. Можно сказать, что он переходит через дорогу. Или переходит улицу. Или он переходит дорогу. Сейчас он перешел через улицу. Он перешел через дорогу. Он уже на другой стороне улицы. И здесь мы используем префикс «пери». Вот другой пример. Они переезжают в новый дом. Они жили в одном доме. Они будут жить в другом доме. Будут жить в новом доме. И сейчас они переезжают в новый дом. И здесь мы тоже используем префикс «пери». Если мы добавим префикс «пери» к глаголу «идти», то мы получим глагол «перейти». И используем мы этот глагол, когда говорим о том, что произошло или произойдет один раз. Если мы говорим о прошлом, он перешел, она перешла, они перешли. Если мы говорим о будущем, я перейду, ты перейдёшь, он перейдёт, мы перейдём, вы перейдёте, они перейдут. Если мы добавим префикс «пери» к глаголу «ходить», то мы получим глагол «переходить». И мы его используем, когда мы говорим о том, что повторяется, или о процессе, или когда мы говорим о наших планах. О том, что мы знаем, обязательно должно произойти. В этом случае мы используем настоящее время, когда говорим о будущем. Если мы говорим о прошлом, он переходил, она переходила, они переходили. Если это настоящее время, я перехожу, ты переходишь, он переходит, мы переходим, вы переходите, они переходят. Если мы говорим о будущем, мы используем вспомогательный глагол «быть». Я буду переходить, ты будешь переходить, он будет переходить, мы будем переходить, вы будете переходить, они будут переходить. Конечно, у глагола «перейти» нет формы настоящего времени. Если мы добавим префикс «пере» к глаголу «ехать», то мы получим глагол «переехать». Так же, как и глагол «перейти», мы используем «переехать», когда мы говорим о том, что произошло или произойдёт один раз. Вы можете увидеть здесь формы глагола «переехать», формы прошедшего времени и формы будущего времени. Если мы добавим префикс «пере» к глаголу «ездить», мы получим глагол «переезжать». Используем мы его, когда говорим о том, что повторяется, или о процессе, или когда мы говорим о наших планах и используем настоящее время, говоря о будущем. В прошедшем времени он переезжал, она переезжала, они переезжали. В настоящее время я переезжаю, ты переезжаешь, он переезжает, мы переезжаем, вы переезжаете, они переезжают. И если мы говорим о будущем и используем будущее время, нам нужен вспомогательный глагол «быть». И у глагола «переехать» нет формы настоящего времени. Давайте посмотрим на некоторые примеры. Например, переходить улицу на красный свет опасно. Он переходит через реку по мосту. Он переходит через реку. Можно сказать, он переходит реку по мосту. И можно даже сказать, он переходит через мост. А сейчас вы видите, он уже на другой стороне реки. Он перешел через реку по мосту. Он перешел реку по мосту. Он перешел через мост. Глагол «перейти». Вы видите железную дорогу и машина переезжает железную дорогу. Машина переезжает через железную дорогу. Это место, где можно переезжать железную дорогу, называется переезд. То есть место, где можно переходить через дорогу – это переход. Место, где можно переехать через железную дорогу – переезд. А вот сейчас машина переехала железную дорогу. Слово «переехать». Он перешёл на другую сторону улицы. Сейчас он на другой стороне улицы. Он перешёл через улицу. И можно сказать, он перешёл через дорогу. Глагол «перейти». Другая ситуация. Он жил в Петербурге. Сейчас он живёт в Москве. Он переехал в Москву. Он переехал из Петербурга в Москву. Он перешёл в другую школу. Раньше он учился в одной школе. Сейчас он учится в другой школе. Он перешёл в другую школу. Глагол «перейти». Раньше он работал в одном месте. А сейчас он работает в другом месте. Можно сказать, он перешёл на другую работу. Ещё одна ситуация. На собрании обсуждают какие-то вопросы. Сначала один вопрос, потом второй вопрос, потом третий вопрос. И после того, как закончилось обсуждение какого-то вопроса, можно услышать «Давайте перейдём к следующему вопросу». Т.е. давайте начнём говорить о следующей теме. Давайте будем обсуждать следующий вопрос. Весной многие страны переходят на летнее время, а Россия не переходит. Россия раньше тоже переходила на летнее время, сейчас не переходит. Давайте попробуем вместе. Здесь можно использовать глагол «перейти», а можно использовать «переходить». То есть, можно сказать, он помогает пожилой женщине переходить улицу. Мне не нравится часто переезжать. Мне не нравится часто менять место, где я живу. То есть, мне нравится жить в одном месте. Остановка автобуса на другой стороне улицы. Нам нужно перейти улицу. Или перейти через улицу, или перейти через дорогу. Я перешла в другую группу. Это значит, раньше я училась в одной группе, а теперь я учусь в другой группе. То есть, например, если мы посмотрим на эти картинки. Раньше я училась в группе номер 21, а сейчас я учусь в группе номер 20. Я перешла в другую группу. А я не хочу. Переходить в другую группу. Мне нравится моя группа. Я хочу продолжать учиться в моей группе. И не хочу учиться в другой группе. Здесь холодно, мы можем перейти в другую аудиторию. То есть, мы можем поменять аудиторию. Вы видите, когда мы говорим о том, что мы что-то меняем, о каком-то изменении, мы используем префикс «пери». поменять аудиторию, перейти в другую аудиторию. У неё новая квартира. Вчера она… …переехала в новую квартиру. Она… …переходит через дорогу на красный свет. Он… …переходит через дорогу на красный свет. …переезжал. …переезжал. То есть, всю жизнь он менял места, где он жил. Менял города, менял страны. Он переезжал. Раньше он пил кофе, а теперь пьёт зелёный чай. Он… …перешёл с кофе на зелёный чай. Он поменял свои привычки. …перешёл с кофе на зелёный чай. Молодцы! Вы, наверное, обратили внимание, что если мы используем глаголы «переходить», «перейти», «переезжать», «переехать», когда мы говорим о том, что есть какое-то препятствие и нужно его перейти или переехать, мы используем винительный падеж и можем использовать предлог «через». А когда мы говорим, что что-то меняется, мы говорим о каком-то изменении, мы говорим «откуда» и «куда». Например, перейти на другую сторону улицы. Перейти из одной школы в другую школу. Помните, из одной группы в другую группу. Перейти на летнее время. То есть мы говорим «откуда» и «куда» или «к чему», «кому». Ну вот, на сегодня это, пожалуй, и всё. Продолжим говорить о глаголах движения с префиксами в следующий раз. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова